Минпросвещение разработало предложение по повышению зарплат учителей. Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения, как и по каким сценариям можно обеспечить рост заработной платы для педагогов вместе с конкретными расчетами. Это следует из письма заместителя министра просвещения Виктора Басека, размещенного на сайте Комитета Госдумы по образованию и науке. Фото. Вместе с Общероссийским профсоюзом образования Министерство провело мониторинг оплаты труда педагогов в регионах. Например, в Республике Мордовия базовая часть оклада за одну ставку 18 уроков в неделю составляет всего 3608 рублей. А в Приморском крае 22 344 рубля. Почему такая большая разница? Сейчас все вопросы оплаты труда учителей решаются на региональном и муниципальном уровне. Устанавливаются базовые ставки, принципы начисления стимулирующих выплаты разных надбавок. Во многих регионах доплачивают молодым и сельским учителям суммы разницы на порядок. А в некоторых субъектах действует система баллов. Они даются за различные достижения, от побед учеников в Олимпиадах до общественной работы. Минус. В Софеде предлагают оплачивать труд учителей по единой схеме. Чем больше баллов заработал учитель, тем больше надбавка. Провинился в чем-то перед директором. Заветные баллы не получишь. Учитель не должен думать о зарплате, которую рассчитывают, жонглируя ставками и поощрительной частью. Должен быть закреплен справедливый и понятный механизм, который позволяет нашим коллегам чувствовать себя достойно в материальном плане. Вместе с трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений мы направили рекомендации в регионы о том, как должен распределяться фонд заработной платы учителей. 70% должно гарантированно идти на ставки и оклады и только 30% на различные надбавки, рассказала ранее министр просвещения Ольга Васильева. По данным последнего мониторинга Министерства просвещения и Общероссийского профсоюза образования, только 20 регионов из 85 выполняют требования 70 на 30. Например, в Рязанской области, по данным опубликованного письма, доля базового оклада только 23,9%, в Тверской области 25,3%. Что это значит на практике? Чем меньше базовая оплата за одну ставку, тем меньше гарантия достойной оплаты труда и тем больше дополнительная нагрузка учителя. Чтобы хоть как-то прожить, многие педагоги вынуждены работать на полторы, две и даже больше ставок. Но при этом есть еще подготовка к занятиям, проверка тетрадей, внеклассная работа, бесконечные отчеты и работа с родителями. Риски профессионального выгорания – это не пустые слова. Минус. Софет обсудит тему учительских зарплат во второй половине декабря. Учительство реально нуждается в колоссальной поддержке. Это и вопрос снижения нагрузки и уровень заработной платы. 34% учителей отвечают, что они имеют сложности даже с покупкой одежды, рассказала ранее заместитель председателя Комитета ГД по образованию и науке, доктор педагогических наук Любовь Духанина. Разница в реальных зарплатах учителей по стране может быть пятикратной. По данным Росстата, в среднем по России зарплата школьного учителя составила около 40 тысяч рублей. Педагоги на Чикотке получают больше 99 тысяч рублей, а в Северной Осетии меньше 22 тысяч рублей. На днях члены Совета Федерации предложили разработать единую для всей страны модель, по которой бы оплачивался труд учителей в регионах. По словам главы Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумировой, это еще не консолидированная позиция всех сенаторов. Предметное обсуждение вопроса в профильном комитете намечено на вторую половину декабря. Чем больше баллов заработал учитель, тем больше надбавка. Провинился в чем-то перед директором. Заветные баллы не получишь. Профсоюз поддерживает идею введения Единой федеральной системы оплаты труда педагогов, рассказал РГ заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаила Авдиенко. Вопрос только в том, что в эту систему включать. Необходимо установить минимальные гарантии по уровню зарплаты. Сейчас, кроме МРОД, никаких критерев нет. Но это же минимальная ставка для неквалифицированного труда. А учителя выполняют федеральный образовательный стандарт. Их зарплата не должна быть в прямой зависимости от бюджетной обеспеченности региона. Кстати, педагоги на Чукотке получают больше 99 тысяч рублей, а в Северной Осетии меньше 22 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты учителей Северного Кавказа. Больше всего, кроме Чукотки, получают педагоги Ямала-Ненецкого автономного округа 97 тысяч 530 рублей, Москвы 97 тысяч 282, Сахалина 86 тысяч 760. Это расширенная версия текста, опубликованного в номере РГО общества образования экономика работа зарплата правительства Минпросвещения правительства Минтруд.